Мощный юбилей, 150-летие за дня рождения. Действительно, это центр русской культуры, причем центр не только России, но и мировой центр, признанный с огромнейшими достижениями. И я думаю, что мы все счастливы, что есть такой центр у нас, и он базируется в Москве, что это центр, воспитывающий наше продолжение. Воспитывающие музыкантов, которые понесут и несут уже нашу культуру за пределы нашей Родины и по всей нашей стране великой и мощной. Что можно еще сказать? Конечно, присутствие в качестве члена жюри на таком фестивале это лишний повод понять, что нас ждет впереди, какие ростки новые, какие тенденции новые обозначаются. И я могу только сказать, что я радуюсь, что вот уже сидя в жюри четвертый год, я вижу этот рост, я вижу молодые музыканты, стремление их к совершенствованию, потому что ступенька, много ступенек к совершенствованию, и совершенствование его ждет, если он серьезно идет в такую профессию, совершенство ждет его ежедневно, в течение всей жизни. Если не будет он это делать, он теряет мастерство, он теряет возможность выйти уже к людям с тем, что есть, можно сказать, достижение культуры русской. А русская культура многозначна, необыкновенна, имея такие мощные базы, как русские музыкальные общества, как такие имена, Чайковский, Рахмановский, это можно перечислять бесконечно, потому что действительно по-настоящему великая база для воспитания молодого поколения. Ваше пожелание к следующим таким фестивалям, который будет проводиться, и пожеланиям телеканала первому лучшему народу, в федеральном 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 федеральном. Вы знаете, я ремкновенно рада, что появился такой канал, потому что это, ну как бы, точка отсчета. И что нас ждет впереди, если будет фиксироваться, сразу виден рост. И жар птица, это чисто символическое, замечательное, то, что, как говорится, возрождение нам дает культура нашей, настоящей культуры. И действительно, путей возрождения великое множество, потому что русская культура богата. И я надеюсь, что вот наш фестиваль, он только-только в начале пути. Конечно, хотелось бы, что хотелось бы, расширение диапазона случайно уже наблюдается, но хотелось бы обогащение репертуара, авторского. Вот я, например, считаю, аранжировки, транскрипции, это замечательная, как говорится, вещь в свое время, лист, как говорится, можно сейчас перечитать многих великих авторов, которые делали аранжировки. И на этом можно базироваться, но все-таки самое главное творчество, авторское творчество, создание подлинных ценностей авторских. И вот этого, на мой взгляд, еще пока мало. То есть обогащение и открытие педагогами, открытие юными музыкантами своих путей и открытие новых произведений, чтобы они звучали здесь. Вот это мое пожелание. Спасибо большое. Спасибо. Удачи, фестиваль.